Всем доброго времени суток! Меня зовут Татьяна и добро пожаловать на мой канал. Месяц октябрь 2021 года подошел к концу и по традиции я хочу вам показать те средства, которые мне очень понравились. Я их называю фаворитами и продукты, которые вызвали такое недоразумение, имеют массу недостатков, поэтому я бы посоветовала вам их лучше не покупать. И сама навряд ли куплю их больше. Ну, давайте начнем с хорошего такого крема, который мне очень понравился. Это самый настоящий фаворит месяца. Крем для ног от Avon. Все вы его знаете, те, кто любит марку Avon. Это серия Foodworks ухаживающий ночной крем для ног с экстрактом лаванды. Вы знаете, я уже даже и не помню, какой это у меня по счету в использовании крем. Он у меня заканчивается, я его стараюсь покупать. Причем стараюсь покупать как бы, ну, побольше, чтобы было в запасах, ну, 2-3 упаковочки. И он у меня, ну, живет в моей косметической комнате. А это, конечно, ванная комната. Он у меня живет очень долгое время. Я имею в виду не один вот этот вот, не одна упаковочка, а сам продукт, сама вот эта вот разновидность. В общем, крем очень классный. Чем он мне нравится? Во-первых, это его внешний вид, вот такой светло-лавандовый цвет. Ну, и тут в составе, конечно, есть и масла лаванды, и запах здесь очень такой красивый лавандовый, травяной. Затем этот крем очень хорошо наносится на стопу, распределяется по ней, впитывается и не оставляет никакой нежирности, не пачкает. Например, если вы делаете это в кровати, не пачкает кровать, как простыни, я имею в виду, как некоторые крема, которые были у меня в использовании. В общем, крем очень классный. Но он, конечно, знаете, вот я так хвалю его, но он не с очень уж прям вот такими фантастическими результатами. Если стопа запущена, если вы не делаете обрезной педикюр, если вы не счищаете всевозможные наросты, которые образуются на стопе, то, соответственно, ничего это вам не поможет. Тогда крем будет слабовато работать. Ну, а если стопа ухоженная, то крем только поможет в сохранении хорошего вида вашей ножки. В общем, я еще буду покупать, только я, правда, не знаю, где я приобрету этот крем, потому что в Россию как-то уже последнее время часто не съездишь. А здесь, в Норвегии, косметика Эйвон не заказывается, не продается. В общем, я не знаю, что делать. Я пыталась напрямую через Великобританию делать заказы, но не получается. Доставки в Норвегию нет. Но буду еще искать какие-то ходы и выходы, так сказать. Следующий крем мне, в принципе, понравился. Я его купила в свою последнюю поездку в Россию. Это крем от Himalaya Herbal. Питательный крем увлажнения в течение всего дня с алоэ вера и витамией. Растение, наверное, вот это вот, витамия. Хотя для меня это физалис. Выглядит как физалис. Только сейчас, кстати, увидела. Начала вам читать, что входит в состав и увидела. В общем, мне эта марка очень нравится. Himalaya Herbal. Она продается и здесь у нас в Норвегии. Конечно, продается и в России. Я бы не сказала, что и в России, и в Норвегии какой-то уж такой богатый ассортимент этой марки, этой косметики. Могли бы, конечно, побольше выпускать. В принципе, вот то, что я купила. Раньше тоже у меня был такой крем. То, что я купила, мне, в принципе, нравится. Хороший крем, питательный. Я его использую не для лица. Я его использую для зоны декольте, для шеи. Но какой здесь недостаток? Раньше, когда у меня был этот крем, был он у меня тоже несколько раз в использовании. Отдушка была довольно-таки душистая, как я говорю, вкусная. И мне он очень нравился. Действительно, отдавала какими-то травами. А сейчас этот запах очень химозный. И вот именно из-за этого крем мне не по душе. Я люблю, чтобы косметика пахла. И чтобы это такое какое-то было... Если это крем, то для меня, конечно, это должно быть какое-то луговое разнотравье, степное или лесное. В общем, чтобы все благоухало. И, соответственно, благоухало не только в баночке, но у меня на коже также. Кто-то не любит, кто-то предпочитает косметику без запахов. Я к таким не отношусь людям. Я люблю все пахучее, ароматизированное и так далее. Но вот этот вот крем, он очень химозный. Никакого разнотравья лугового здесь нет. И я так подозреваю, что продукт был произведен где-то на каких-то, может быть, таких подпольных... Давайте посмотрим, где он, кстати, произведен. На подпольных каких-то фабриках в Российской Федерации. Изготовитель. Хотя здесь написано Дубай, Арабские Эмираты. Не знаю. Что-то я не очень сомневаюсь, что этот продукт произведен напрямую, привезен из Дубая. Или они так делают некачественно для Российской Федерации. Не знаю. Но то, что я покупаю здесь, в Норвегии, от этого бренда, чувствуется разница. Чувствуется вот этот вот даже послабее крем. Хотя он, знаете, неплохо впитывается. Его можно и для рук использовать. Он универсальный. Его можно и для рук использовать, можно использовать и на ножке. Можно использовать, вот как я, на зону декольте. В общем, как вам подскажет фантазия. Потому что он очень универсальный. И, в общем, моя рекомендация. Хочется его... Начала нахваливать. Но, как бы, будьте аккуратны. Где я его купила? Купила я его в магазине FixPrice. По-моему, FixPrice. А может быть, и у Магнит Косметик. И, ну вот... Но вот это вот но. То, что... Я чувствую то, что производилось раньше. То, что я раньше покупала. И вот этот вот крем, который я приобрела в последнюю свою поездку. Что-то он... Он, ну, какими-то, какими-то вот такими вот... Такими характеристиками отличается немножечко. Не буду говорить отрицательно что-то. Прям уж вот. Но он не такой уж и плохой. Но вот есть в нем. Есть в нем какая-то червоточинка, так сказать. Следующий крем, который мне очень понравился. Девочки, я заболела. Поэтому периодически делаю такие паузы. Немножечко сложновато говорить. Простудилась. Так, следующий крем. Неоднозначные. Есть отзывы, комментарии на этот крем. И на Ютьюбе, и в Инстаграме. Это крем под глаза. На нижнюю часть глазницы, так скажем. От Эсти Лаудер. Это Ревиталайзинг Супреме. Знаменитый их. Это, ну, вы знаете, вообще это была... Это был подарок. Была косметичка к заказу. И здесь всего 5 миллилитров. И там, значит, был крем для лица от этой же линейки. Ревиталайзинг Супреме. И вот этот вот крем для глаз. Ну, тот крем у меня для лица закончился очень давно. А вот этот, сами понимаете, что крема для глаз, они заканчиваются медленнее. И вот этот вот кремушек, он мне очень понравился. Что понравилось? Он хорошо очень впитывается под кожу глазницы. Он, ну, конечно, он, я много раз говорила, что никакой крем чудес не сделает. Но, тем не менее, если мы будем ухаживать регулярно за своими, так сказать, определенными участками тела целенаправленно, то они будут, эти участки, в хорошем состоянии. Ну, так вот, вот этот вот крем, он, я постоянно что-то наношу, комбинирую на нижнюю часть века какие-то крема. И вот этот вот крем, если, знаете, сравнивать его с другими, какие у меня были, он работает великолепно. Он, ну, немножечко есть такое разглаживание морщинок. Опять же, если они глубокие, уже с ними ничего не сделаешь. Ну, а если ухоженное все, то вот эта ухоженность, она и сохраняется. Прекрасно впитывается, увлажняет, питает. И, в общем, я довольна этим кремом. Не скажу, что прям какой-то вот такой чудодейственный эффект, освежающий от этого крема. Но я, ну, вот по себе знаю, что работает он хорошо, если сравнивать с другими кремами. А так, конечно, я никаких чудес от подобного рода продуктов, конечно, не жду. Купила бы полноразмерку, купила бы, да, на 15 мл, здесь 5. Может быть, даже и куплю его, потому что он мне понравился. На моем лице он работает очень-очень хорошо. Так, следующее у нас это, ну, я, видите, чередую, показываю своих фаворитов и свои разочаровашки. Так, следующее, теперь разочаровашка. Это лак для ногтей от бренда Catrice, Mother Nude линейка. И, по-моему, здесь, ну, вот номер еще 08, Shine Pink Like. Я, когда показывала свой календарь от Catrice, то даже не выдержала, показала свой маникюр, выполненный этим лаком, и показала недостатки этого лака. В общем, у него абсолютно все недостатки, которые может иметь только лак. Он очень красивый, здесь вот у меня немножечко свет, ну, я специально сделала, солнца у нас сегодня много, поэтому я в такой, в темный уголочек села. А вот если бы я его вам на свету показала, как он переливается, как он искрится красиво. Он просто обалденный, вот в этом бутылечке, он, видите, даже чуть-чуть можно видеть вот эту вот жемчужную такую перламутровость в нем. Классный, классный цвет, и должен бы, как бы, предполагается и ложиться на ноготочки очень красиво, очень классно. Но, как я уже сказала, у него абсолютно все недостатки лака. Он и полосит, он наносится на ноготочки только, ну, более или менее, только с третьего раза. Первый раз нанесешь, он полосит, он пузырится, самое главное. Редко есть такие лаки, которые пузырятся. Вот он пузырится. Полосят многие лаки, но полосатость вот эту можно, как бы, замаскировать, удалить, когда вы пользуетесь, например, базами какими-то, или же, например, ну, по второму, по третьему разу наносите лак, а то бывает даже и по четвертому. Вот с этим-то такого не происходит. Сколько его ни наноси, он все время полосит и, опять же, пузырится, и такой вот красивый оттенок, который мы видим в бутылечке, он не дает. Запомните этого товарища. Это оттенок 08 Shine Pink Like A. В общем, безобразнейший лак. Я даже не знаю, что я с ним буду делать, но попробую еще поэкспериментировать. Может быть, с другими какими-то средствами его буду использовать, и, ну, что-то, может быть, получится хорошее с ним, не знаю. Давайте вот сюда вот его поставим. Так, ну, я хочу сказать несколько слов по реабилитации лаков Catrice. Не все лаки Catrice такие плохие. Я показывала свою коллекцию лаков. И, ну, если будет интересно, загляните в плейлист, где находится коллекция моей косметики. И там я показывала все свои лаки. Их, по-моему, у меня штук 150 уже, а то, может быть, даже и больше. И лаков от Catrice у меня очень много. И вот тот предыдущий лак – это один из единственных тех, которые очень плохие. Я имею в виду от марки Catrice. В основном все лаки от Catrice мне нравятся. Они очень красивые. Ну, вот этот лак у меня сейчас на ноготочках. Он имеет очень такой красивый розовый, нежно-розовый оттенок. Тоже какой-то такой жемчужный. Это оттенок 60. Let me be your favorite. Ну, ты и так мой favorite, фаворит. И, да, я его называю фаворитом месяца. Разреши мне быть твоим фаворитом, если переводить с английского языка. Да, он фаворит. Конечно, он очень красивый на ноготках. И что еще могу по нему сказать? У него нет абсолютно никаких недостатков, которые я перечислила про предыдущий лак от Catrice. Он не полосит, он не пузырится, он очень ровно, красиво наносится. Можно не использовать никакие базы, никакие покрытия. В общем, я всем вам только могу рекомендовать именно вот этот оттеночек. Следующий тоже оттенок очень классный от Catrice. Я тоже пользовалась им в этом месяце. Это серия Gold. Очень тоже красивый лак. Называется 04 оттенок Secret Adoration. Секретное золото, наверное, или секретный золотой. В общем, тоже классный лак. Можно тоже не использовать никакие базы, никакие покрытия. Он отлично наносится на ноготочках и прекрасно держится. Кстати, вот этот тоже держится. Можно было, конечно, его перед видео и освежить, но я специально ничего тут не стала мудрить с этим лаком, потому что это, так сказать, пятидневная выдержка этого лака. Вот пять дней. Я его абсолютно не подкрашивала, не корректировала. Ну, правда, я болею сейчас, и поэтому я особо ничего такого по дому трудоемкого не делаю. Поэтому отдыхаю в основном. Поэтому и, может быть, он так и держится долго. Но классный лак. И вот этот тоже. И вот этот тоже прекрасно держится. А вот этот товарищ, еще у него и стойкость. Плюс ко всему, очень-очень плохая. Поэтому я не могу рекомендовать вам этот лак. Вот вообще я делаю довольно-таки много публикаций в Инстаграме насчет моей косметики. У меня есть два профиля в Инстаграме. Один так и называется, Агата Тата 74. Поэтому вы там тоже можете зайти на мой профиль и посмотреть более подробно какие-то фотографии, может быть, отзывы на косметику. Ну, а второй профиль называется Just Me Татьяна. Там я выкладываю некоторые фотографии о Норвегии и, так сказать, себя любимую. И вот еще вернусь к этим лакам, которые я вам сейчас только что показала. Знаете, что хочу сказать? И вообще по поводу косметики Катрис. Вот заговорила об Инстаграме, и там очень много комментариев мне приходило. Кстати, и под видео о календаре от Катрис были комментарии о том, что Катрис и Эссенс – это косметика мусор, не стоит на нее тратить деньги. Ну, вообще меня, например, некоторые не понимают, почему у меня такой разбор, как это правильно по-русски сказать, корреляция такая. То я покупаю очень дорогие какие-то люксовые продукты, то такие вот бюджетные. Я еще раз повторюсь, мне нравится абсолютно все. Мне нравится и бюджетное, и нравится мне что-то люксовое. Я ни в коем случае не соглашусь с тем, что Катрис – это мусор, это косметика, которая застаряет наши косметички, и Эссенс тоже самое. Нет, есть у них великолепные продукты. Вот, например, вот этот вот лак. Он просто великолепен. Он красивый, он такой нежный. Он будет выигрышно смотреться и вечером, и днем. Держится, вот я вам сказала, уже великолепно. Поэтому это никакая не реклама насчет Катрис. Это просто мой честный отзыв. И когда мы покупаем косметику, в частности лаки, их не протестируешь. Это коты в мешке, это темные лошадки. Поэтому, если я и говорю что-то хорошее или плохое, вы обязательно тоже должны тестировать. Ну и, конечно, прислушиваться к моим каким-то отзывам. Еще один фаворит, который мне очень понравился, это вот такая миниатюрка от лаборатории с Филорга. Тайм филлер. Крем Absolute Correction Readers. Ну, это крем, корректирующий морщины. Вот это классный крем. Обалденный. 15 миллилитров здесь. Во-первых, запах. Просто вообще фантастический. У Филорга все продукты пахнут вообще волшебно. Это мое. Это моя косметика. Он отлично, этот крем работает на моем лице. Он делает его шелковистым. Может быть, даже и как-то разглаживает морщинки. Соглашусь. Это действительно люксовый продукт, который я получала в коробочке красоты. Уже не помню от какого бренда. Или Look Fantastic. Или Glossy Box. Я не помню уже точно. Но крем классный. Я бы купила обязательно такой полноразмерный крем. Но знаю, что они эти крема... Ну, вот эта вот серия Филорга, она не бюджетная. Но ничего. Может быть, как-то и решусь. Еще один крем. Это уже такая, можно сказать, разочаровашка. Я вам как-то рекламировала марку Moon & Sun. Это шведский бренд. И, ну, у меня большинство продуктов, они там выпускают в основном продукцию для ухода за телом, ногами и руками. И вот это вот у меня бальзам для рук. Очень хороший бальзам. Он прекрасно, так сказать, реставрирует кожу рук. Если она у вас там пересушилась или еще что-то произошло. Будет хорошо работать зимой. Имеется лечебный эффект. Имеется тут вот много всего натурального. А что натуральное здесь, это лист мяты и отдушка Light Rain, легкого такого дождя. Ну, вот именно вот эта отдушка, я тоже, я говорила уже много раз, я просто органически не перевариваю запах мяты. Может быть, поэтому мне так вот неприятно бьет в нос эта отдушка, эта мята. И крем хоть и работает хорошо, но у меня в носу начинается какая-то аллергия после этого крема. Поэтому это не мой запах. Ни в коем случае не хочу его повторять. И если те, кто меня смотрит, живущие здесь, в скандинавских странах, в Норвегии, в Швеции, я не рекомендую этот крем, если вы не любитель вот таких специфических каких-то запахов, ароматов. Запах очень какой-то такой приторный, неприятный. В общем, не купила бы еще раз. Так, ну и последний фаворит. Это палетка от Catrice. Я даже не думала, что она мне понравится. Вообще не думала. Она мне так понравилась, эта палетка. Это серия The Blazing Bronze. Оттеночек 0,10. Call it what you want. Называй это what you want. Как хочешь, наверное. Так. Значит, что здесь? Здесь прекрасные оттенки, осенние, красивые, вообще потрясающие. Здесь такие, девочки, макияжи получаются. Девочки-зеленоглазки такие же, как я. Обязательно обратите внимание на эту палетку, как она красиво подчеркивает зеленые глаза. Боже ты мой, может быть, даже, знаете, и подчеркнет коричневые глазки. Я сомневаюсь, что она подойдет голубоглазкам. Наверное, нет. А вот те, кто имеют зеленые глаза, это ваше. Это наше. Потому что я зеленоглазка, и я влюбилась просто в эту палетку. Кореглазые девочки, рыженькие. Вам тоже подойдет эта палетка. Потому что она теплая, она красивая, она очень универсальная. Я бы не стала ее использовать в зимнее время, хотя кто его знает. У меня как бы так косметика вся работает по месяцам. А вот что касается осеннего времени, то да. Да, я ее буду использовать, продолжать. Может быть, даже возьму в ноябрьскую косметичку. Потому что это такая палочка-выручалочка. Здесь можно создать и какие-то такие вечерние образы. И дневные, и повседневные. В общем, классная палетка. Если вы еще ее не купили, плюс еще бюджетная очень, обязательно присмотритесь. Вот так вот она выглядит. Просто вообще класс. Я как-то жаловалась на нее, что она не очень хорошо держится. Забираю свои слова обратно. Палетка неплохо держится. Палетка, ну, неплохо так, знаете, если ее на базу особенно нанести. Она может продержаться целый день. Но, как бы, знаете, все равно интенсивность оттенков немножечко снижается к вечеру. Ну, даже вот если накрасились часов в 7 утра, к 4 часам уже нужно немножечко ее освежить. Хотя можно проходить и до вечера, и она у вас будет на глазках. Но только уже интенсивность ее будет не такая активная. Итак, вот они, фавориты и разочарования октября месяца. Вам всем большое спасибо за просмотр. Не болейте в это такое дождливое осеннее время. Желаю вам всего только самого наилучшего. Продолжение хорошей теплой осени. И всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...